Добрый день, в эфире программа «Полезный город» у микрофона Светлана Занько. И сегодня мы говорим о объекте на улице Пугачёва, 29А. Это 18-этажный дом жилой на 206 квартир и одно офисное помещение. И об особенностях строительства и о выгодных предложениях в этом доме вам расскажут сегодня специалисты компании городской центра новостроек Надежда Пчельникова и Виталий Гришов. Гришов, да? Все правильно, Виталий? Добрый день, друзья. Добрый день. Здравствуйте. Мы не первый раз уже встречаемся в этой студии. Вот с Надеждой уже начинали разговор о том, что это за объект. И вот я сейчас открываю сайт Пугачёва, 29А. Есть такой сайт, можно посмотреть. Можно я сразу замечание сделаю? Да, конечно. Так, чтобы слушатели поняли, что я не только вас хвалю. Да, конечно. Мало фотографий. Мало фотографий. Выложите побольше фотографий. Действительно, согласна, потому что проходит регулярная автобусная тура, экскурсии на новостройку. Что новости есть, действительно надо выложить. Это очень важно. Конечно, я понимаю, что люди, когда приехали, они увидели своими глазами, но вот такие ленивые, как я, в первую очередь зайдут на сайт и посмотрят, как там дела происходят вообще все. Конечно, лучше вообще камера слежения, но хватит этой фотографии. Итак, Пугачёва, 29А. Давайте скажем нашим слушателям сразу, на какой стадии сейчас строительство и как идут продажи. Светлана, вот на данном этапе, да, у нас двухподъездный дом, ещё раз напомню, да, 16-этажный, значит. На данном этапе у второго подъезда у нас три этажа есть. Мы сейчас подтягиваем первый подъезд ко второму усиленными темпами, да, чтобы оба подъезда росли синхронно. То есть это огромный плюс и при аккредитации банка в том числе, и возможность клиентам зайти не только во второй подъезд, но и в первый, потому что очень важно при покупке квартиры пощупать квартиру изнутри. Вот, собственно говоря, по продажам. То есть сейчас у нас из общего объёма квартир 150 осталось в наличии. 206 квартир, напоминаю, всего. Да, 206 квартир, всего всё правильно. То есть если в процентном соотношении, то 72%, у нас сейчас на продаже 28% квартир уже продано. Продажи у нас активно начались... В этом году. В этом году, да, всё правильно. Это у нас март месяц очень активно, да. То есть сейчас стоимость квадратного метра, ещё раз напомню, 36 тысяч рублей за квадратный метр. На данном этапе это самая низкая стоимость в районе Дружбы. Почему, ещё раз напомню, потому что идёт начальный этап строительства. Сдача дома и квартиры будет значительно дороже. Ну и давайте сразу назовём номер телефона отдела продаж городского центра новостроек. Наш телефон 208-082. С удовольствием ответим на ваши вопросы, проконсультируем и свозим, покажем квартиры. Да, вот, кстати говоря, свозим, покажем квартиры. Как это происходит? У вас есть организованные экскурсии или индивидуальные выезды? И так, и так. То есть по субботам организуем автобусные торы, непосредственно приезжаем группами людей и можем индивидуально. То есть не все могут в выходной, тем более начался у нас огородный сезон, поэтому мы выезжаем и среди недели можем показать даже после пяти вечера. К каждому клиенту индивидуальный подход. Что очень хорошо. Застройщиком является ООО «Коммунсервис». Насколько я понимаю, дом кирпичный. Насколько я могу видеть даже по фотографиям, не только по декларации. Кстати, конечно, декларация выложена на сайте Пугачева 29А. Вы можете, особенно специалисты, с ней ознакомиться. Кирпичный дом. Да, дом из стопроцентного силикатного кирпича, который нам предоставляет Стрижевский кирпичный завод. Это наш известный из большой истории завод. Да, который уже на рынке около 70 лет. Он предоставляет кирпичи большинству застройщиков города Кирова. Как известным, так и не очень известным. Соответственно, чем и подтверждается качество кирпича. То, что есть спрос, соответственно, это качество. То есть практически все застройщики в Кирове используют силикатный кирпич этого завода. А насколько мы можем говорить о толщине стен, звукоизоляции и прочее? Потому что большим недостатком, которым обладают многие наши сейчас дома, является плохая звукоизоляция. Нам даже слушатели звонят и говорят, что, вы знаете, в новом доме слышно всех соседей, чем они там занимаются. Вот как раз это большой плюс кирпичных домов. Это как раз и звукоизоляция. Потому что межкомнатные перегородки, они построены, выставлены из кирпича. И толщина наружных стен в данном доме представлена толщина в три кирпича. Это 90-е... Это достаточная толщина? Да, это достаточная толщина. Толщина именно для наших климатических условий. Потому что стены не промерзают. Тепло. Ну и, соответственно, звукоизоляция внутри дома. Да, то есть, если говорить о толщине стен, то между соседями тоже идет кирпичная окладка. То есть, стены идут 57 сантиметров толщиной. Поэтому, ну, соответственно, или у вас стена 30-40 сантиметров, или 57, разница есть. Отсюда и шумоизоляция хорошая. Что касается окон и дверей, это тоже очень важно. Какие будут стоять стеклопакеты, какие будут входные двери? Окна будут двухкамерным стеклопакетом. То есть, для нашего климатических условий, для нашей климатической зоны это самое оптимальное. Да, и соответствует всем стандартам качества. Поэтому, не только шумоизоляция хорошая, но и продувать стены и окна в том числе не будут. Двери идут железные, это не имитация, входные двери. Что, соответственно, не только шум убирает, но и дым, ну, мало кто-то будет курить на площадке. То есть, уже не подбеспокоит. Да и бог не будут, потому что законодательно сейчас это запрещено. Ну, это очень хорошо, на самом деле. Напоминаю, что мы говорим об объекте по улице Пугачева, 29А, жилой 18-этажный дом. И рассказывает нам о нем Надежда Пчельникова и Виталий Гришов, специалисты городского центра новостроек. Место, где расположен этот дом, тоже очень привлекательное, потому что это все-таки, считается, что это центр города. Это действительно центр города, это центр района Дружбы, это рядом с кинотеатром Дружбы. И не только с ним, это рядом с установками общественного транспорта, это рядом с продуктовыми магазинами, это рядом с поликлиникой, даже школы, садики. Детские сады, вся инфраструктура, которая существует уже десятилетиями, на самом деле. Да, действительно, да. То есть, для тех, кто захочет сменить паспорт за грант, пожалуйста, рядом также имеется и точка УВД города Кирова, все правильно, да. То есть, вся инфраструктура в наличии, и здесь еще раз я делаю вам замечание, эту инфраструктуру нужно выложить на сайте. Все правильно, мы обязательно все равно учтем. Весь план до того, что можно нарисовать дорожки, куда и с чем пойти, где за продукторами, куда с ребенком. Это очень важно, когда все визуализируется, особенно когда ты на расстоянии, когда у тебя нет возможности там выехать. Все правильно. Потому что наверняка покупают у вас квартиры не только жители Кирова, но и приезжие, что-то часто бывает, например, с севера. Совершенно верно. Есть такое. Какие квартиры в первую очередь, вот у вас уже продано 28% квартир, в какие квартиры в первую очередь раскупаются? Это студия, то есть, квартира свободной планировки, она идет 33,3 квадратных метра, самая маленькая. То есть, классическая цифра, 33 квадратных метра. Да, 33 квадратных метра, причем это студия с двумя окнами. Причем вы можете оставить студии свободной планировки и можете поставить перегородку, да, то есть, причем можем сделать мы сами. До сдачи дома, до ввода эксплуатации, это будет входить в стоимость. То есть, если заранее к вам придет клиент, купит квартиру и нарисует, где ему поставить перегородки, то застройщик сделает это. Да, да, все правильно. Вот этим огромный плюс. Есть студия, настоящая студия с одним окном, она идет 35 квадратных метров, площадь очень большая. С большим балконом, с видом во двор, это у нас уже будет западная сторона. У квартиры 33,3 это южная, также с видом во двор. То есть, квартиры охватывают практически все стороны света, точнее, все стороны света действительно охватывают. Самые продаваемые площади это двухкомнатные квартиры, 60 квадратных метров и 49 квадратных метров. Также есть вариант распашонки, есть вариант у квартиры двухкомнатной, все окна на одну сторону света выходят. Не на север, я надеюсь. И на север это будет либо запад, либо восток. То есть, в любом случае, солнышко у вас будет или утром, или во второй половине дня. Поэтому специально все квартиры подобраны так, чтобы солнышко все равно во всех квартирах побывало в течение дня. Очень важный вопрос, который поднимается практически в каждой программе, когда мы говорим о строительстве, особенно в это время, это темпы строительства. Потому что мы говорим о поставках строительных материалов, мы говорим о финансах, потому что нам грозили еще до начала этого года, что многие застройщики замораживают свои объекты. Как обстоят дела у коммун-сервиса? Данный объект очень активно сейчас строится. Большими темпами пошло строительство. Рабочие работают. Соответственно, люди могут наблюдать данные действия. Можно убедиться, можно даже лично просто приехать, посмотреть, что там действительно строительные работы проводятся. Что это может, ну, действительно там не просто стройка какая-то замороженная, а действительно строится. Значит, объект год построен. Это уже обнадеживает людей. Да, вот представляете, я последний раз как бы на это обращу внимание, но все равно, представляете, если бы я сейчас открыла ваш сайт и сказала, смотрите, я вижу фотографии за вчера, за вчера и месяц назад. Это было бы так наглядно, но сделайте это, хорошо? Да, хорошо. Тогда наши слушатели прям параллельно могли бы смотреть, слушать нас и смотреть. И вот еще момент, почему темпы строительства сейчас возрастают? Потому что, еще раз повторюсь, генеральный партнер у нас сейчас Стрижевский силикатный завод, который уже более 70 лет на рынке представлен. Что это значит? Это значит, что строительные материалы поставляются тогда, когда они нужны. То есть, буквально машина приносит кирпич, привозит кирпич, извиняюсь, кирпич выгружается, машина уезжает за новой партией. Почему не устраиваем склад кирпичей непосредственно на стройке? Потому что места не позволяют. Еще раз напомню, что это уже в развитой инфраструктуре, где соседние дома стоят. Поэтому строительная площадь, она ограничена размерами. Что будет с парковочными местами, детскими площадками и иной инфраструктурой, которую необходимо при сдаче дома должны представлять люди, в том числе и семейные? Расскажите. Очень хороший вопрос, на самом деле, потому что инфраструктура развита, дома стоят уже. Дворовая территория, она будет закрыта. То есть, туда машины не проедут. Шлагбаумы, не? Да. Или там будет стоять какая-то ограда? Там будет и ограда стоять. Если жители захотят, могут поставить уже самостоятельно шлагбаум. Но даже вход в подъезд идут со стороны улиц. То есть, со стороны Пугачева и со стороны Красина. Дворовая территория, она идет, получается, внутри дома. Детская площадка, скамейки, это все будет. Парковочные места будут по периметру дома и в небольшой отдаленности от него. То есть, отдельные парковочные места. В принципе, предусмотрено одно машино-место, прошу прощения, на семью. То есть, на одну квартиру, получается, одно машино-место, на одну квартиру. То есть, это 209 машино-мест планируется около этого дома. Это соответствует стандартам сейчас строительным? Я просто не входит сюда. Конечно, конечно. То есть, никто больше не сможет сделать это крайне редко. Если только большая площадь, да, выделена земельного участка, в данном случае, повторюсь, развитая инфраструктура, тем не менее, одно машино-место на семью, оно будет выделено. То есть, это, конечно, очень хорошо, это крайне редко. Многие дома в центре города строят без выделения машино-мест на семью. Давайте еще раз напомним, где находится офис городского центра новостроек и телефон. Мы находимся в Карла Маркса, 62, это район театральной площади, напротив драмтеатра. Наш телефон 208-082. Мы работаем до 7 вечера с понедельника по пятницу, в том числе и в субботу до 3 часов дня. Поэтому звоните, с удовольствием ответим на ваши вопросы, приходите в офис. Надежда Пчельникова и Виталий Гришов, городской центр новостроек. Виталий, вот когда приходят люди к вам уже там или звонят, они с каким первым вопросом к вам обращаются по поводу вот этого дома на Покачево-29? В первую очередь, они интересуются, на какой стадии дом, соответственно, и цена. Это самое главное, что интересует покупателя. И привлекает именно наша цена, потому что цена действительно, она очень хорошая на данный момент. И в данном районе это 36 тысяч за квадратный метр. Такие вот вопросы нам задают именно покупатели. А цена как-то варьируется в зависимости от этажности, количества квадратных метров и прочее? Расскажите про это, это важно. Во-первых, как варьируется цена? Во-вторых, можно ли брать кредиты? Какие условия здесь предоставляются? И кто этими всеми историями будет заниматься? Вынужден ли будет сам покупатель это все делать или вы помогаете? Нет, конечно, покупатель может к нам прийти в офис, и мы с радостью проконсультируем. Также у нас в офисе можно подать документы именно на ипотечное кредитование, у нас есть менеджер. Ну и дальнейшее юридическое сопровождение сделки, это для покупателя все совершенно бесплатно. Это все может он сделать в одном месте у нас в офисе. Не нужно ему уходить куда-то, еще что-то, принес документы к нам в офис, и мы уже документы отправляем в банки. Приходит ответ, и дальнейшее действие производим уже. Выходим на заключение договора, и мы сопровождаем сделку наш юрист. Какой процент за ваши услуги человек должен платить? Вот я вижу, то есть, выкладывается в стоимость, я вижу стоимость квадратного метра такую-то, да? Я ее плачу, и плюс плачу еще за услуги менеджера. Нет, вот именно что, какая стоимость есть квартиры, вот грубо говоря, квадратный метр 36 тысяч, посчитали площадь, вот какая выходит на стоимость, такую цену и платит покупатель. То есть, заявленная на сайте. Да, заявленная на сайте, да, именно. Она включает в себя все ваши услуги, выезды, консультации, оформление документов, выбор кредита, сама кредитная история, да, отправка документов в банк, окончательное оформление договоров, это все туда входит. Это абсолютно бесплатно для клиента, потому что мы представляем застройщика. И плюс даже перегородки, которые нарисуют люди. Да, это все правильно, и тем более, что в квартире будет электроразводка по всей квартире полностью, хорошая входная железная дверь, стяжка в санузла, затирка швов. То есть, в принципе, ну, такой, не 100% черновая отделка. Это черновая отделка, но которая улучшена черновая отделка. То есть, человек, который делал ремонт в своей квартире, еще помнит, что вот на такую лучшую черновую отделку уже легко можно класть пол, там, красить стены, да, они будут подготовлены, насколько это необходимо. А штукатурку все равно нужно будет делать, да, и шпаклевку, чтобы стены были светлыми. Но электроразводка будет, то есть, долбить стены уже не придется. Еще на чем хочется остановиться, это, возможно, взять зай под материнский капитал, да, для семьи, у которой двое малышей. И в том числе по аккредитации банков. То есть, на данном этапе, кто подается на ипотеку, подаем ВТБ без поручителя, Сбербанк с поручителем. Поручитель уйдет, когда будут построены четыре этажа дома. Что это значит, поручитель уйдет? Ну, то есть, когда четыре этажа будут построены, это первый, второй подъезд, Сбербанк будет также без поручителя. То есть, намного проще будет. То есть, определенный процент дома должен быть построен. Но на этом этапе цена уже будет другая. Конечно, конечно. То есть, смотрите, сейчас 36 тысяч. Уже летом планируется 38 тысяч за квадратный метр. То есть, к этому времени квартира будет в минимальной площади, более чем на 60 тысяч дороже. То есть, правильно я понимаю, что сейчас там 36, как только четвертый этаж, она уже 38 будет. Да, все правильно. В сдаче дома планируется 42 тысячи максимально за квадратный метр. Но это нормально, то есть, на самом деле. Когда планируется сдача дома? Третий квартал 2017 года, еще раз напомню, это уже вместе с входом в эксплуатацию. Еще хочется... Вместе с площадками, поколочными местами и прочим. Третий квартал 2017 года. Потому что все благоустройство должно быть выполнено до снега, до заморозка. Потому что иначе это еще отложится. Вот, и хочется еще какой момент рассказать. То есть, Пугачево 29-я, двухподъездный дом рядом, Пугачево 31, да, тоже многие о нем слышали, знают. То есть, сейчас коммунсервис достраивает его, и в сентябре месяце уже завершится вот в эксплуатации. История про соседний дом была рассказана в первой нашей программе. Надежда еще раз вспоминает, потому что представитель ответственного застройщика, да, потому что коммунсервис, который строит Пугачево 29-я, взял на себя обязательства достроить соседний дом, который предыдущий недобросовестный застройщик этого не сделал. И причем также взял на себя финансовые обязательства, которые остались. И это к сентябрю где-то должны быть достроены. Да, все уже. Хорошие новости. Это очень хорошие новости, с которыми я с удовольствием делюсь. Городской центр недвижимости 208-082, 208-082 телефон. Все оставшиеся невыясненными вопросами могут быть направлены туда и вам ответят. Надежда Чельникова, Виталий Гришов, специалисты городского центра новостроек. Спасибо вам, что вы пришли. Это была программа «Полезный город». Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. Спасибо вам. До свидания.